Снова вас приветствую на нашем канале Строй дом своими руками. Ну, в данном случае мы строим не дом, а сегодня мы строим с вами плот и это уже, наверное, четвертая серия плотостроения. Ну, как минимум хочется поставить штурвал, уже прикрутить палубу. Сегодня приедет, кстати, Рустам и мы это с ним сделаем. И также уже хочется поставить какую-то компанию, начать делать в ней нары или как это называется в морфлоте, я не знаю гамаки. Вот, гамаки гамаки. Но у нас на самом деле будут просто откидные нары, скорее всего что-то такое. Из таежных хроник наших что мы делаем? Рустам, Рустам, все. Рус, проложи мне в то отверстие, которое сейчас сверлил два болта. Так, держи, сейчас я его... Наступи или... Ага. Так, братцы, осталось, в общем, покрасить все это мероприятие снизу. Будет шикарно. Оп. Так, давай, следующий. Ты это сверлом сильно не рискуй. Моёк макиты продуманное. Хотите, прикол узнал? Смотрите. Деко. Снимаем аккумулятор. Берём макиту. Снимаем аккумулятор. Берём деко аккумулятор. И наоборот. Аккумулятор макита и мой шуруповёрт деко. Взаимозавиняемые батарейки. Класс. Дальше. Ещё-ещё немножко. Всё, давай, подашь мне эти болты. Гайки подашь? Да, да. Ну, в смысле... Болты пихай. А это у тебя гайки у меня есть? Не, гайки у меня есть. Ты болты пихай. Держи. Слушай, Дэй, может быть, ещё по одной гайке накручивать, а? Зачем? А не хват... Нет, места. А не в аккурат, да. Да и гаек у нас немного. Да я просто боюсь, что бы не могла потом нафиг. Но мы можем... Мы можем на каждую... Мы можем на каждую капнуть сваркой, в принципе. Ааа, ты хочешь вообще насмерть? Да. Держи. Без ремонта какого-то возможности даже. Нет, возможность ремонта всегда есть. Есть же для этого болгарка. Следующую доску можешь... А посередине нельзя там? Нет, только посередине опора. Поэтому либо вообще не крутим. Давай пока не будем трогать её. А, посередину там можно не крутить, да. Да. А тут ничего не держишь. Следующую доску через неё можешь сверлить где хочешь. Давай её это прямо на двух сторон. И следующую где хочешь, и следующую где хочешь. Нормально. В прошлом выпуске про плод опрокинул такую фразу про болгарки. Всё у меня декошечка. Декошечка и работает просто прекрасно. Кстати, у меня есть ещё и бошечка. Есть бошечка. О ней я вам расскажу в следующем видосе, парни. Просто будет немножко посвободнее. Я вам кое-что хочу рассказать вот обо всём этом безобразии. И сразу же получил кучу комментариев о том, что ты уже дековод сия Руси. Дека-пользователь. И я даже с этим не хочу никак спорить. Потому что действительно у меня есть что сказать по этому поводу. И, кстати, в том видосе я и хотел вам пару слов об этом дать. Прежде чем мы начнём строить наш плод. Поэтому не советую вам переключаться. Вот мои малышки. Это 125-точки, мои декошки. Есть даже аккумуляторная версия. Я часто беру с собой на пасеку. Да, чего греха таить, она со мной на пасеке всегда. Но также у меня есть и профессиональные версии инструмента. Например, у меня есть... Помните, я сказал декошечка? Но у меня есть ещё бошечка. Да, вот есть у меня ещё вот такой бош. Очень классный. Просто мустанг в своей работе убивает любые металлические изделия. Просто рвёт их на повал. В ближайших видосах я, кстати, вам покажу, как этой штукенции я делал отверстие в баллистической межконтинентальной ракете стратегического назначения. Насколько мне не изменяет память, по американской классификации Trident II. Но сейчас мы не об этом. И у меня есть макитки. Вот такие тоже. Гоняю их так же, как и декошек. В хвост и в грибу. Но здесь есть одно но, парни. Есть одно но. Вот это всё. Вот это всё. Это трупики. Это дживая, я ей пользуюсь. И чтобы было интереснее, я вам сегодня сравню вот эту макитку с вот этой декошечкой. Надо сказать сразу, что у этой модели 1250 ватт. В отличие от макиты, у которой всего лишь 720. Мы сейчас их обе сравним. И я в процессе работы над нашим судном. Сейчас прикручиваем палубу. Всё это дело устанавливаем. И начнём уже варить кают-компанию. Я всё вам покажу. Открывать буду быстро. Несу металл, начинаю замерять размеры кают-компании. И мы с вами начнём её пилить. Потом сварим и будем собирать её, в общем, сегодня точно. Уже точно, да. Собственно, что первым заметил, это то, что у декопровод чуть длиннее, чем у макиты. По весу, кстати, макита потяжелее будет. По работе. По кнопкам они вообще схожи. То есть обе так же клинятся, работают вообще по одному и тому же принципу. Если вот так посмотреть, они соответствуют размерам друг к другу. Не буду говорить, какая из них в руке лежит удобно. По диаметру могу сказать, что они обе удобные. У макиты, кстати, интересно интегрирована ручка. Она имеет некий залом, а у декова она прям строго параллельна. Но мы же знаем, да, что это уголь шлифовальные машины и предназначены они для зачистки металла. Поэтому, наверное, тут разницы нет, как держать. Таким путём или таким. Ну, в этом я, собственно, никакой разницы пока не вижу. Заношу профиль, напиливаю в размер, укладываем, варим. Пилим, варим, укладываем. Да. Главное не перепутать. Вот так. Профиль будем использовать 40 на 20. Стенка 2 миллиметра. Но мне не терпится попробовать первую декошечку в использовании. Как она работает на пиле. Честно говоря, очень тяжело делать сравнение. Ну, когда ты видишь, что это одинаковые, собственно, инструменты. Сразу скажу, это заметно. Что у декова, ну, мощь видно. И это видно по оборотистости. Ширина кубрика будет 2,62, а его длина будет 2,5. Это самый оптимальный такой размерчик для нашей лодки. Теперь пилю размеры 1920, 2 штуки. Так, ну, а эту работу мы сделаем уже макиткой. Так, а для чего я сейчас хвалился всем своим арсеналом? Для одной цели. И вы это слышали от меня уже не раз. За цену одного европейского бренда можно купить себе 3, а то и 4 классных китайских, ничем не уступающих. Ну, уступающих, но в мелочах. Машинки, которые прослужат вам долгие годы. Посмотрите, как она уже замылена у меня. Это говорит только о том, что я пользуюсь ей постоянно. И мои видосы, тому подтверждение. В каждом своем фильме я работаю именно в деку. Будь честным, от Европы я стал уже прям уходить. Потому что, ну, это доступно, это удобно, это недорого и это качественно. Ну, по трупикам вы сами все поняли. Продолжение следует... Еще один момент, который я должен сразу уточнить. Не то, что я кутеляпый и у меня техника умирает. Умирает любая техника. В каком режиме эксплуатировать. Вот эти болгарочки, на самом деле, они вот макитки. Они чисто для зачистки. Зачистки железа. И, возможно, я где-то пилил что-то и горят якоря. Также брал в них китайские варианты якорей и так далее. Но, собственно, потом я и пришел к выводу, что вместо покупки нового якоря можно вообще целую болгарку купить новую и пользоваться ей так же смело и хорошо и удобно. Также, в свою очередь, должен сказать, что за время двухлетней эксплуатации дековских болгарок у меня пока ни одна не сгорела. Так же, как и не сгорела ни одна циркулярка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А тут даже говорить нечего. Что Bosch, что Makita, что другие именитые европейские фирмы, это реально бренд. Но здесь я больше топлю, друзья, за... Давайте простой пример, который я уже не раз говорил. Смотрите, купить фирменные дорогущие кроссовки, которые ты будешь холить, лелеять и ходить в них 20 лет. Либо другой вариант, ты купишь 20-25 пар за это все время кроссовок, но не именитой фирмы. Честно, может я не прав, может быть надо жить другими критериями, но мне почему-то больше нравится вот так, чтобы у меня ботинки выглядели всегда свежо, красиво и не пахли. Так же я отношусь и к технике. Вот это рабочие лошадки, которую взял, отпилил, положил. Она выполнила те же самые функции, выполнила их так же качественно и ровно. Причем в комплекте там идут еще даже запасные щетки. Там столько всяких ништяков они еще засовывают в подарок. Такого нет с европейскими брендами. Не буду больше вам накидывать этих всех тем, потому что, ну, кому-то это может быть не нравится. Но еще раз скажу, я за то, чтобы купить три инструмента, конечно же, по цене и качеству, не уступающих тому самому единственному с красивым фирменным лейблом. Идем работать дальше. У меня всегда в мыслях было, что мы сделаем вот таким образом. Вот эти доски у нас будут откидывающиеся две, и чтобы можно было скрутить секции. Рустам приехал и говорит, Дэн, зачем нам ставить какие-то шарниры, если мы можем просто закрутить болты, а потом их открутить. В принципе, вообще логично, и просто шесть болтов не затруднит зафиксировать. Единственное, что по центру мы ничего не сможем сделать. Сейчас посмотрим, как это будет в итоге. Что, Рустам, получается? Давай наточу его. Не, я другой взял, он принес. Просто вот здесь шов сварочный, вот боюсь опять сломать. А проварить, то по-любому надо, просверлить. Понял, понял. Друзья, смотрите, у нас будет вот оконный проем, там оконный проем, и вот здесь будет длинное окно такое красивое, и все это сделаем поликарбонатом оранжевого цвета. Будет просто шикардосно. Пожилая палуба, места хватает всем. Супер! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая конструкция, а! Просто... Просто пушка. Так. Отч! Братцы, смеркалось, Рустамыч уехал. Вот сколько работы мы сегодня сделали. Немного, согласен, но мы и немного работали на самом деле. Сделали лестницу на второй этаж. В планах у меня уже подготовлено все для лестницы в воду, которая будет спускная туда, опускная в воду. Там будут перила, здесь будут перила для распашных весел. Распашные тоже уже в зачатках. Печь хотели ставить на угол. Теперь решили, что печь будет у нас свисать над водой, вот так. То есть какие-то крепления будут, которые вот, она будет вот где-то вот здесь находиться. Думаю, что не буду вас сильно заморачивать вот теперь видосами по плоту. Теперь сниму уже итоговый, как мы это все соберем. Уже выдвинемся на сплав. А сейчас у меня есть, что показать вам в ближайшие дни новое, интересное и классное. Так что, друзья, ожидайте. Скоро все будет. Рад был вас видеть. До скорых встреч. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok